Каждый третий украинец страдает заболеваниями суставов. Такова печальная статистика от Минздрава. Только в Запорожье ежегодно проводится более 700 операций по их восстановлению и замене. Благодаря новым методикам, говорят врачи, пациенты становятся на ноги уже через 4 дня. В эффективности таких технологий убедилась Мария Соболевская. Один прокол, да, и второй будет с другой стороны. Не сказочный, а вполне реальный метод лечения. Всего два прокола диаметром до 5 мм, и ортопед меняет больной или поврежденный сустав на искусственный. Такой эндопротез прослужит минимум 20 лет. Пациент после эндопротеза на следующий день у нас начинает уже вставать и ходить на костылях. На следующий день после операции. У него даже стоит дренаживающий сустав, и мы пациента разрешаем нагрузку практически полную на ногу, если речь идет о нижней конечности, до болевого порога. Причины заболевания суставов самые разные. От малоподвижного образа жизни до плохой экологии. Она вызывает аллергию и, как следствие, воспаление суставов. К сожалению, эндопротезирование в данное время очень помолодело, и очень многие молодые пациенты, нам приходится им менять суставы. Там уже идет речь о очень современных протезах с различными парами трения. После замены сустава пациент из потенциального инвалида превращается в обычного человека. Единственное, от чего придется отказаться, от игры в футбол и бега, предупреждают медики. Ивана Васильевича такая перспектива не пугает. Для него главное ходить без боли в ногах. Мечта сбылась, когда две недели назад медики заменили ему тазобедренный сустав. Сейчас себя намного лучше чувствую. Практически нет тех болей, которые были до этого. Уже начал ходить. Впрочем, операция – это радикальный метод, которого легко избежать, уверяют ортопеды. Главное не заниматься самолечением, следить за питанием и помнить о физической нагрузке. Тогда вы всегда будете на ходу.